Привет! Сегодня рассматриваем трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Нагорный от застройщика УГМК. Посмотрим, что они там напроектировали и что можно с этим сделать. Поехали! Трехкомнатная квартира площадью 111 квадратных метров. Как-то странно. Начиная разбор трехкомнатной квартиры традиционно с прихожей, которая размером 21 квадратный метр. Но это с учетом коридора. Попадая в квартиру мы сразу же видим торец шкафа, что не очень хорошо. Да и вообще длинный шкаф образует длинный коридор, из которого направо у нас появляется некий холл. Ну, первое, что стоит сказать, это хорошо то, что здесь много шкафов. Странно, да? В квартире 111 метров трехкомнатной шкафов в прихожей гораздо больше, чем в четырехкомнатной. Причем больше в три раза. Это как? Ну да ладно. Ладно! И так сойдет! Следующая странность, которая для меня лично непонятна, почему нужно делать детские комнаты сразу же из прихожей. То есть здесь мы будем топтаться, дети будут бегать туда-сюда, бегать мимо прихожей, разнося грязь по всей квартире. Ну и даже не в этом дело, а просто почему нужно так называемые интимные зоны, то есть спальни, делать сразу же при входе. Это неправильно. При входе первая должна быть общая зона, а детские там чуть-чуть подальше. Хотя, если у вас дети подростки, то, наверное, так будет лучше, потому что они будут свою банду водить к себе сразу в комнату, не проходя через общую. Зачем вам это надо? Зашли они к себе потихонечку и устроили там тусич. В общем, нормальная тема. Ну сами решайте, удобно вам это или неудобно. Кстати, можно сделать очень круто. Если у вас дети подростки, вы можете вот так вот построить стену, сделать здесь вход и у детей получится свой собственный отсек со своим собственным санузлом. А в этом месте можно им организовать кухоньку, и они вообще отсюда могут не выходить сутками. Представляете? И дети чувствуют себя самостоятельно, и вам нервы не мотают. Во! Я летаю. Я в район. Че? Ну ты меня смущаешь, папа. Потом на ютубе смотри. Я же не умею, как Соловьев в студии, когда народ там сидит. Вы говорите, слушайте женщину, а вы же сами так любите поговорить. Отнюдь. Это я на работе говорю, говорю. А дома все молчите. И в личном общении. Я слушаю. Самолет летит. Невозможно работать в таких условиях. Понимаете, самолеты летают, машины ездят, родственники ходят. Российский рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть. Как вообще работать в таких условиях? Кабинет нужен. Кабинет. А у меня его нет. Вот сижу на улице, понимаете ли. В холоде, мерзну. Для вас стараюсь записываю ролики. Так что давайте там лайки ставьте. Не зря же я тут мерзну и для вас стараюсь. В конце-то концов. Кстати, надо переходить уже на следующий уровень, да, Максим? Нам, я считаю. Ну, чтобы донаты закидывали, да? Это так это называется? То есть донатить. Прямые эфиры надо вести. Прямые эфиры надо вести? Ну, там есть такая фишка, как спонсировать. Вот. Надо меня поспонсировать, друзья. А то сколько я могу полезные ролики делать, разбирать, планировки, пользу, так сказать, нести. Жить-то тоже на что-то нужно. Поэтому давайте. Возвращаемся в прихожую и упираемся в длинный шкаф. Хорошо, что шкаф есть. Хорошо, что он большой. Плохо, что он вытянутый вдоль всего вот этого коридора. Помните, были советские квартиры, панельки, тоже распашонки. Заходишь в этот коридор и какой-то тоннель перед тобой. Но это длинный коридор и это всегда выглядит, конечно, некрасиво, ненарядно, не по-дизайнерски. Как-то не по фэншуй. Идем дальше. Попадаем опять в коридор. Налево это комната родителей. Направо общее пространство. То есть кухня-гостиная. Опять маленький кухонный гарнитур. Опять стол, который примыкает к стене. Так делать нельзя. Опять один-единственный диван. Кстати, угловой поставили. Что типа, ну вот тебе места-то побольше. Ребята, угловые диваны такого размера в такую маленькую комнату ставить нельзя. Они сжирают весь воздух. Визуально комната становится гораздо меньше. Не делайте так никогда. Лучше прямой диван и одно или два кресла. Короче говоря, 21,5 квадратных метра для кухни-гостиной это мало. Здесь целых 111 метров. И конечно нужно выкраивать место побольше. Но здесь, к сожалению, вы этого никак не сделаете. Потому что здесь несущая стена между детской и кухней-гостиной. С другой стороны вентиляционная шахта, которую трогать тоже нельзя. Некуда увеличивать. Ждем пока самолет пролетит. Опять самолет летит. Понимаете? Ну что такое? Следующая комната спальня родителей. Комната для родителей, как я всегда говорю, должна быть с кроватью, гардеробом и ванной. Ну неужели сложно это сделать? Но здесь этого не сделано. Стоит маленький шкафчик. И его будет маловато для всей одежды. Одежды мужа, одежды жены. А где постельное хранить? Комодами заставите комнату? Так вот я вам скажу, что комод займет очень много места и оставит мало проходов вокруг кровати. Эх, опять планировочка не удалась. Ну и последний косяк. Маленькие ванны и туалеты. Туалет 2,9 квадратных метра это очень мало. Хотя, собственно, для самого туалета с умывальником вполне достаточно. А вот ванна 4,5 квадратных метра совсем маленькая. Ну катастрофически маленькая. Ну что в ней делать? Ну что это кладовка что ли? Вот постирочную из нее нормально сделать. А ванну такого размера, конечно, ну как-то не камильфо. А можно ли что-то сделать с этой планировкой? Наверное, да. Можно что-то сделать. Разве что объединить две детские комнаты и сделать из них одну большую общую. Тогда получится хорошая, большая, просторная кухня-гостиная. Но проблема в том, что кухонный гарнитур нельзя размещать на пространстве жилых комнат. Поэтому нужно крепко подумать, что же здесь можно сделать, чтобы спасти ситуацию. Ну и опять же, если мы это сделаем, то квартира превратится из трехкомнатной в двухкомнатную. Потому что останется две жилые комнаты слева-справа и две детские уйдут под общую гостиную. Но тогда хоть какая-то логика и удобство появится в этом варианте. Ох уж эти квартиры-распашонки в форме пистолета. Непонятно, что с ними делать. Непонятно. Разбираю трехкомнатную квартиру. Начинаю обзор квартиры с прихожей. Заходя в квартиру, мы попадаем в большое прямоугольное пространство. И это очень здорово, что у нас есть большое пространство, где мы можем совершенно свободно снимать верхнюю одежду и проходить в комнату. Я имею ввиду, всей семьей, когда мы пришли с прогулки, например, троем, то можем не мешать друг другу с комфортом переодеться. Можно поставить большой шкаф. Не так, конечно же, углом так не ставьте, пожалуйста. Это некрасиво в дизайне. Не надо мебель углом ставить. Надо просто ее поставить вдоль всей стены. У вас появится большой прямоугольный удобный шкаф. И останется достаточно много места для того, чтобы одежду снимать. Место под пуфик, под консоль. Все найдется. Двигаемся дальше по коридору. И первая комната – это детская. Вторая комната – спальня. И третья – кухня-гостиная. А почему называется трехкомнатная – непонятно. Кстати, обратите внимание, общее пространство почти 25 метров. Оно более вытянутой формы, что позволяет более интересно и удобно расположить мебель. Ну, если мы сравниваем с предыдущими трешками, четырешками в этом же жилом комплексе. Кстати, если не смотрели, то вот тут по ссылочке обязательно перейдите и посмотрите. Ну, просто для сравнения. Здесь уже нормального размера кухонный гарнитур. Есть место под диван, под кресло. Только угловой не ставьте диван. Он просто сжирает пространство. Поставьте прямой, поставьте кресло. Это будет гораздо красивее и воздушнее. Что еще здесь хорошего? Так это два окна. Когда есть два окна в комнате, в разных стенах, это всегда здорово. Это значит больше света. А свет нам дарит ощущение воздуха и простора. Но возвращаемся в жилые комнаты. Это детская и спальня. То, что они по 20 метров, это здорово. То, что в спальне родителей нет гардероба, это плохо. Шкаф-то маловато. И плохо то, что нет выхода в свою ванную комнату. А это значит, у вас не будет радости интимных отношений. Ну, точнее они будут, но как-то так. Все время прячась. Как бы детишки не заметили. В ванну-то придется мыться бегать. Под покровом ночи, когда дети спят. Переходим к санузлу и ванной. В санузел размером 3 квадратных метра. И это хорошо. Ванная 4,9 квадратных метра. Это плохо. Потому что это мало. Плюс сюда еще и стиральную машину запихнули. Зачем? Зачем вам этот прибор в ванной комнате? Ванную комнату нужно делать как комнату для релакса. Чтобы залечь в ванну. Насыпать морской соли. Полежать. Порасслабляться. Может быть выпить рюмочку чаю. В общем, получить удовольствие. А здесь какое удовольствие? Одна сплошная быдовуха и стирка. Папа, можешь не стучать, а? Капец, какая-то дача, блин, дача. Ну что такое? Дача, блин. Кто-то что-то рубит. Кто-то лает. Какие-то самолеты летают. Мухи. Жужжат. Невозможно работать. Да на эти деньги уже. Чтобы я кабинет себе купил. А то все. Все завяжу. И не буду больше ничего снимать. Чтобы кабинет побогаче был. Не скупитесь. Нормально отстегивайте. Сколько квартира стоит? 9 миллионов 754 тысячи 262 рубля. Ничего страшного, если до 9 миллионов 900 тысяч округлим. Но зато будете смотреть меня в приятной обстановке, в красивом интерьере. Вам же приятнее картинка будет. И мне удовольствие работать. Подумайте над этим. Хотя, что думать-то? Уже жмите на кнопку, там деньги отправляйте. И все хорошо будет. Ну, что в завершении сказать про эту квартиру? Квартира неплохая. Вполне удачная планировка. За исключением того, что нету мастер-спальни. А это в вашей родительской территории, где есть гардероб и ванная комната. Но в остальном все хорошо. Поэтому ставьте лайк. Жмите на колокольчик. И подписывайтесь на мой канал. Да пребудет с вами муза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok